Автомобильное шоу Top Gear, как и его преемник Grand Tour, пленяет своим абсурдным юмором, великолепной работой съемочной группы и какой-то домашней теплотой. За все годы выхода этих программ мы видели огромное множество смешных и запоминающихся моментов, за большую часть которых мы, конечно же, должны быть благодарны несменному ведущему и большому остряку Джереми Кларксону. Шутки его иногда бывают крайне провокационными, за что оба шоу получали множество проблем. Но все же именно умение сострить вовремя и при этом сделать это максимально эффектно и саркастично позволило Джереми завоевать звание одного из лучших автомобильных журналистов в мире и собрать нереально огромную аудиторию. На минуточку Top Gear официально занесен в Книгу рекордов Гиннесса как программа с самым большим охватом в мире. У нее было 350 миллионов зрителей. В этом видео я хочу поделиться с вами 10 смешными моментами, за которые все мы так любим Top Gear и Grand Tour с непосредственным участием их главного ведущего. Сегодня я покажу более-менее безобидные выходки, а уже в одном из следующих, возможно, рассмотрим и откровенные провокации профессора мощности и скорости Джереми Кларксона и его компании. Поехали! Джереми славится своими способностями к ремонту автомобилей, это знают абсолютно все. Или нет. Зато автор канала «Неоригинальный мир» точно смыслит в этом больше известного автожурналиста. В своих видео он подсказывает нам, какие запчасти нужно ставить только заводские, а где можно сэкономить с помощью неоригинала, ни в чем не уступающему заводу, кроме цены, конечно. Реально полезная тема для всех автовладельцев, кто не хочет бездумно разбрасываться своими деньгами. Ссылка в описании. Знаменитый гонщик Кен Блок в свое время прославился серией дрифтроликов под названием «Джим Ханна», в котором соединяются воедино чудеса современного видеомонтажа и искусного вождения гонщика. Всего «Джим Ханн» вышло с десяток штук, в последних частях которых Кен вытворяет вещи на полностью кастомном снаряде, стилизованном под первого мустанга шестьдесят пятого года. Только вот в этом мощность под тысячу лошадей, полный привод и вес божьей коровки. Но мы сейчас не об этом. В пятом эпизоде второго сезона «Гранд Тур» Кларксон решил доказать, что ничем не хуже Кен Блока и устроил настоящие танцы на педалях импрезовый Рекс СТА, которые он назвал «Фармак Хана». Заносы на полях среди овец, дымовые завесы, резкие переключения передач, объезд препятствий с миллиметровой точностью, ну и, конечно же, главный элемент, без которого ничего не вышло бы. Лицо полной уверенности и крутизны. Настоящий мастер-класс от Джереми. Интересно, кто сколько нестыковок найдет в оригинальном ролике, ссылку на который я разместил в описании. Забегая наперед, немногим вас расстрою. На самом деле, все трюки в ролике исполнял чемпион Великобритании по ралли Марк Хаггинс. Но все же главное, за что мы любим Кларксона, так это за его гениальность, от которой, по его же словам, даже ему порой становится страшно. Иногда моя гениальность просто пугает. К примеру, в седьмом эпизоде девятнадцатого сезона Топ Гир, в котором ведущие путешествовали по Африке к истокам реки Нил, у Джереми на его BMW E39 сломался ручник. Но как быть без столь важного приспособления на частых стонах и возвышенностях? Чтобы не откатываться назад, Джереми придумал гениальное приспособление. Пугающая гениальность Кларксона поначалу даже вызвала восхищение его коллег и миллионов зрителей по всему миру. Но Топ Гир был бы не Топ Гиром, а Кларксон не Кларксоном, если бы все прошло гладко. После такого конфуза, Кларксон с командой все же решили убрать осколки стекла. В это время он подчеркнул, что Бог дал людям молоток именно для этого дела. Но посмотрите, Бог дал нам инструмент как раз для таких случаев. Разве ты не согласен, Джеймс, что это идеальный инструмент для такой работы? Впрочем, одним эпизодом ранее Джереми уже наделял этот инструмент чудодейственными способностями, когда пытался починить свой БМВ, чтобы тот наконец завелся. И знаете, к чему привела такая манипуляция? Она в очередной раз подтвердила его гениальность. Машина чудом завелась. А вообще забавно, как двухметровый ведущий радуется словно ребенок, когда у него более или менее случайным образом удается что-то починить. Эти кадры явно этому подтверждение. Я наконец кое-что починил. Я починил. Я только что поменял лампочку. Однако за все время ведения двух программ мы должны сказать спасибо Кларксону, да и всей его команде тоже за то огромное количество изобретений, которые упрощают жизнь рядового гражданина. Чего стоит только проблема старых людей, которые со своего кресла-качалки не могут дотянуться до телевизора или пульта, чтобы переключить канал. Джереми обрубил ее на корню, присоединив двигатель V8 объемом 6,2 литра от Корвета. Поехали. Впрочем, Кларксон подметил, что в его изобретении все же была одна проблема. Шум от мотора настолько громкий, что из-за него не слышно телевизор. Но он также пообещал, что это будет исправлено в серийной версии кресла-качалки Кларксона. Мне кажется, все вышло не так хорошо. Нет, послушайте, не сработало. Есть пара проблем. Шум такой громкий, что ты бы не слышал телевизор, не так ли? Но идея альтернативного использования мощных двигателей пришла в голову британского ведущего выпуском раньше. Ведь во время рецессии тех лет никто не покупал автомобиля с V8. Тогда Кларксон предложил использовать последний, но, например, вместо моторчика-блендера. И здесь доработки требуют только рецепт, так как используемая концепция, безусловно, гениальна. Мэй даже дал имя получившемуся коктейлю. Чёртов ужас! Китчина в доме, да? На волне подобного успеха Кларксон решил не останавливаться и в скором времени презентовать нечто более практичное. К примеру, лестничный подъёмник для стариков. Ну а видео, которое я вам сейчас покажу, поясняет всю суть Топ Гира, а точнее, то и его части, где ведущие путешествуют, соревнуются, либо выполняют какие-то спецзадания. Главное в такие моменты – взаимная поддержка и помощь друг другу. Наглядная демонстрация этого правила Топ Гир как нельзя лучше была отображена в пятом эпизоде четвёртого сезона, когда в мокром песке застрял Порше Хаммонда, а оказавшийся неподалёку Кларксон на своём Югоар просто не мог оставить товарища в беде. Да, как вы уже поняли, высокой морали не место в этом шоу. Здесь действует другое правило, и именно поэтому оно популярно. А именно, если ваш друг попал в беду, брось его. Я вот за... В бешеных скоростях и корчить рожи под стать стилистике и характеру испытуемого автомобиля, да и по другим поводам тоже. В любом случае, все мы прекрасно помним самые популярные агримасы ведущего по многочисленному количеству мемов в сети. В большинстве случаев Кларксон делает это непреднамеренно, но вот только не за рулём Ариэль Атом, тестируемым журналистом в девятой серии пятого сезона. Тогда этот автомобиль чуть было не снял кожу с лица Джереми, благодаря своему чудовищному ускорению и отсутствию какого бы то ни было подобия лобового стекла. Даже спустя столько лет, этот момент не перестаёт вызывать улыбку и забудется ещё не скоро. Без чего ещё невозможно представить топ-гир, гран-тур, Кларксона, Мэя и Хаммонда, так это, конечно же, без их обоюдных подколов. Ведущие частенько стараются насолить друг другу, нередко на почве зависти, либо простого эгоизма. Чаще остальных жертвой становится Джеймс Мэй. К примеру, как во время путешествия по Индии в восьмой серии восемнадцатого сезона, когда работающий кондиционер оказался только в машине у Мэя, о котором тот до посреднего пытался молчать. Что, если мы сломаем кондиционер Джеймса? Это сделает нас более равными. И это хорошо не только для нас, но и для него, в духовном смысле. Ганди бы меня сейчас одобрил. Это благородный поступок. Какого хрена вы это сделали, идиоты? Нас Ганди заставил. Вот парочка дебилов. А когда-то кучерявому и карлику помешал храп капитана улитки в соседней палатке. Проблема была решена кардинально. Но доставать его оттуда оказалось еще смешнее. Джеймс, ты вываливаешься из палатки. Немногим ранее длинные короткие ведущие решили прокачать тачку Джеймса и одновременно угодить его изысканному вкусу музыки, залив клеем все кнопки в магнитоле и включив при этом один очень экстравагантный трек на полную громкость. Эти кнопки заклеены, просто прекрасно. Думаю, что вот-вот зазвонит телефон, и Джеймс спросит, нет ли у меня пульта дистанционного управления от его стерео. А я отвечу, есть! Конечно же, объектом Стёба не всегда выступает Мэй. Ведущая кооперируется в борьбе против друг друга, согласно в первую очередь своим интересам. Мне, к примеру, запомнился еще момент, когда уже Мэй вместе с Фларксоном подшутили над Ричардом и раскрасили его мотоцикл Минск во время путешествия по Вьетнаму розовой краской. Ты же знаешь, он будет чертовски зол. О, я знаю. Но он вечно на все злится. Так что... Ух ты, дай-ка я попробую. О, да. Я же говорил, он будет в ярости. За что еще все любят Кларксона? Так это, конечно, за его непревзойденное сравнение и гиперболизацию всего насущного. А продюсеры программ, которые он вел, взяли это умение на заметку и частенько подыгрывали Кларксону. Наглядным доказательством можно считать его интерпретацию обычного дня водителя Пежо, в котором подстегнули последних, как абсолютно бездарных и неопытных людей, мало что знающих об автомобилях и не умеющих их водить. Чудесно, чудесно, дым. Ну, конечно, придется бы гербеть легкое удушье, но поглядите на результат. Да, Кларксон любят преувеличить. Особенно, как вы уже догадались, над французами. Вы только посмотрите на его обычный обеденный багет обычного французского копа. Или на фотоаппарат, который тот выбрал в выпуске, в котором ведущим предстояло снимать диких животных. На круповатые шутки Джереми Кларксона обижались аргентинцы, мексиканцы, румыны, темнокожие, сексуальные меньшинства и поклонники автомобилей. Были задеты чувства поклонников и конкретно автомобиля Дача Сандера. Новость о том, что производство последнего отложена, не на шутку взволновала Джереми. Ведущий выразил свою обеспокоенность, а затем мигом сменил тему. Кстати, это его гримаса только сейчас стала отдельным видом мемов в соцсетях подобного характера. Но больше всего его ненавидят поклонники Моррис Марина. В 70-х годах это был очень популярный автомобиль в Великобритании, но надежность его оказалась невысокой, а управляемость очень плохой. Стойкость кузова к коррозии тоже оставляла желать лучшего, и из почти 800 тысяч проданных автомобилей на внутреннем рынке до наших дней дожили лишь несколько сотен. Для ведущих и Джереми, в частности, Марина стала символом упадка британского автопрома. Впрочем, Джеймс Мэй все же предлагал сохранить один экземпляр в качестве предостережения потомкам. А как мы знаем, Моррис очень сложно уберечь от вечно падающих на них с неба пианино. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, если вы хотите, чтобы я сделал больше интересных видео о подколах и выходках Кларксона, оставляйте хэштег «БОЛЬШЕ КЛАРКСОНА». Ну и подписывайтесь на канал, если не хотите пропустить новое видео. А на сегодня я говорю вам спасибо за просмотр, не забывайте поставить лайк и до встречи в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok